Доброй ночи, дорогие друзья! Записываю видео по ночам, потому что у меня маленький ребенок, днем этого делать не дает мне, к сожалению. Хочу сегодня поговорить с вами о предстоящем очень важном, как я считаю, событии, которое предстоит нашей стране России в 2024 году. Конечно же, я хочу с вами поговорить о выборах. Ну, давайте, не пишите, пожалуйста, мне в комментариях, что это не выборы. Конечно, нельзя назвать полноценными легальными. Я подчеркну, да, легальными. Это сразу такую оговорку небольшую сделаю, чтобы никто не путал с легитимными. Легальные выборы. Трудно, можно, вообще трудно назвать эти выборы легальными, потому что, простите, такой бюллетень, я не помню никогда. От слова совсем, да, ну, там, блин, ну, это ж вообще Слуцкий, Харитонов, Даванков и Путин. Ну, что это? После очередей за Надеждина, после высокого вот этого взлета вот этой журналистки, я даже сейчас уже не припомню ее фамилию, к сожалению, следила тоже за ней какое-то время, но ее не пустили даже подписи собирать. Но, тем не менее, ребят, это событие очень важное, политическое событие, понимаете, важное, которое нам, народу, позволяет выразить свое мнение абсолютно законно. И у нас вариантов-то с вами немного в данной ситуации. Это надо понимать откровенно всем, всем, кто недоволен действующим президентом сейчас, он должен понимать, что, ну, ребят, у нас варианта только один, выборы. Поэтому только через выборы мы должны хоть как-то влиять на политическую ситуацию в стране. Все иное экстремизм, друзья, понимаете? Ну, вот хоть как. Поэтому выборы очень важны. Выборы позволят, ну, первое, да, конечно, существующее законодательство в Российской Федерации по выборам, оно вообще чудесное на самом деле, да, вот оно как раз-таки сделано так, чтобы, ну, спрятать просто все. Вот от слова совсем. Я знаю, о чем говорю, ребят, я участвовала в выборах несколько раз как наблюдатель и очень плотно и занималась выборами, и вообще законодательство изучала, и мочать, знаю, да, разбираюсь в этом вопросе с юридической точки зрения и процессуальных норм. Я вам хочу сказать, что выборное законодательство в нашей стране сейчас чудо из чудес, но тем не менее, что есть, с тем нужно работать. Поэтому нам никто не может запретить прийти там в какой-то определенный день, да, я вот, например, вместе со своими родственниками обязательно пойду в воскресенье в последний день, чтобы было видно. Во-первых, я в воскресенье в этот день увижу, я на своем районе, я там выросла, родилась, я планирую взять открепительное удостоверение, потому что я зарегистрирована в Ставрополе, но проживаю на территории Кабардино-Балкарии, выросла, родилась здесь, и я планирую пойти на участок на своем районе, где я всех знаю с детства, где меня все знают, и я хочу посмотреть, во-первых, по журналу, ну, я буду элементарно расписываться на своей странице, я увижу, кто приходил, кто не приходил, да, простите, я там, ну, в этом году мне 40 лет будет, я там всю жизнь прожила, я всех этих людей знаю, участок находится в школе, в которой я училась, в Уике работают люди, которых я знаю с детства, поэтому, ну, блин, что-то спрятать, ну, очень трудно, да, будет, вот, я планирую пойти в воскресенье вместе со своей всей семьей, обязательно, на участок, и, не знаю, уже так вот буду голосовать, и что вообще буду делать, портить бюллетень, или Навальный там писать сверху, или что еще, я не знаю, но, что-то делать буду, однозначно пойду, и использую свой бланк, свой бюллетень, это очень важно, друзья, во-первых, я вам объясню, если придут массы, поймите, если обычно на выборы, ну, президента, вот у нас в прохладном, да, вот на этом Уике, ну, 35% это потолок, ребят, потолок, я вам, вас всех знаю, друзья, кто не ходит на выборы, всех, потому что я там сидела, я видела, я с вами общаюсь, вы поймите, это очень важно, бланк, бюллетень, это не просто бумажка на принтере, распечатанная, друзья мои, понимаете, не просто взяли они там, в этой школе первой, нафигачили на принтере, вот такую стопку, и кинут там, вас 2000 зарегистрированы на участке, они 5000 туда втулят, так не бывает, не бывает, каждый бюллетень, он там водный знак, степени защиты имеет, целую кучу, у него там, не знаю, сколько степеней защиты, у этого бланка, но очень много, подделать их очень трудно, и уголовно наказуемо, поэтому никто не будет этим заниматься, это глупость, бюллетни приходят на участок, в том количестве, в котором они нужны, ровно столько, сколько зарегистрированы избиратели, чуть более 2000 на первой школе у нас, то есть вот такое количество, придет туда бюллетней, но какой-то небольшой процент на брак дается, потому что каждый избиратель может испортить бюллетень и попросить заменить по закону, поэтому бланк свой забрать важно, потому что если не будет пустых бланков, понимаете, и если в заполненных бланках данные будут не совпадать с протоколом, который в итоге УИК сдаст, это будет очень легко вычислить, потому что эти бумаги хранятся, они передаются, они никуда не деваются, это задокументированные преступления, если там будут фальсификации, но это все возможно только в том случае, если вы все туда придете, осознайте, друзья, вот те люди, которые кричат вам, что Путину нужна ваша явка, это люди дураки или враги, им не нужна ваша явка, им плевать, они нарисуют бюджетников, сгонят, как обычно, им хватит 35%, большего не надо, я видала, когда фоткают протоколы, протоколы, бланки, бюллетни, видала, когда бюллетни фоткали, отправляли, и священнослужитель на моих глазах, представьте, я офигела просто, священнослужитель, а я у них спрашиваю, батюшка, зачем вы это делаете, а он у меня так посмотрел, это на венцовхозе было, я на уике была, я была в шоке, честно говоря, но, поэтому им ваша явка не нужна, поймите, вот абсолютно, я вас прошу, придите туда, придите, используйте свои бюллетни, давайте задокументируем это, хотя бы все, и понятно, что они намутят, никто не сомневается в этом, ни я, ни вы, никто, ну, хотя бы это выяснить можно будет, при наличии каких-то наблюдателей, или независимых там, от журналистов, например, это возможно, какой-то наблюдатель, от журналиста может прийти, на какой-нибудь участок, если захочет, если у него будет такое желание, потому что много в стране, понимаете, а можно взять, ну, как бы это возможно, так что, друзья мои, я вас прошу, придите на выборы, это важное политическое событие, в жизни страны, мы, прежде всего, когда ругать кого-то там, у нас тут, вы поймите, вот вы говорите мне, Настя, вот они там то делают, это делают, пишите мне, я вам, ну, объясняю, друзья, вот, ну, то, что вы хотите, невозможно, потому что это не предусмотрено законодательством, которое поменял Путин, со своими единомышленниками, в виде единой России, которая занимает большинство, в Государственной Думе, всех парламентах, и даже муниципальных советах, ну, невозможно, они тут, ну, законы, знаете, как пишут, вот, я вам честно говорю, вот, принимает какой-нибудь закон, допустим, на уровне федерации, да, этот закон необходимо ратифицировать в регионах, потому что у нас по законодательству предусмотрен суверенитет, да, у регионов, у многих, не всех, но у некоторых, у многих, и нужно ратифицировать, да, какой-то, ну, закон на территории, допустим, ну, Кабардино-Балкарии нашей, у нас тут в парламенте большинство, это Единая Россия, которые голосуют так, как, ну, как все, Единая Россия, и все, и все принимается, и потом, вот тут у нас в Прохладном совет местных из 20 депутатов, которые не получают зарплату, из них только один получает зарплату, чтобы вы понимали, остальные так, знаете, ну, там, как эти, волонтеры находятся, но они, извините, мои уважаемые депутаты, я вашей работы, как избиратель города Прохладного, многолетней, не вижу, ни на одном районе, и об этом говорила многим из вас, лично и в глаза, поэтому выборы, друзья, это, ну, очень важная процедура, очень, я прошу вас, пожалуйста, поедите, я клянусь вам, вот у меня сегодня потухла свечка, вот, я сейчас на нее посмотрела, аж не по себе стала, которая у меня горела со дня похорон Алексея Навального, у меня была в доме такая гигантская, огромная свеча, большая, толстая еще, с планеты, и я ее зажгла, и она у меня вот сегодня вечером только вот, наверное, час назад затухла ночью уже, и я решила, что я начинаю записывать видео, я сама себе пообещала, что буду вам рассказывать и объяснять, что такое вообще Россия, что такое гражданин, какое у нас тут законодательство и так далее, потому что, ну, выборы, вот до выборов точно вам буду рассказывать, и буду всех вас агитировать идти на выборы, потому что, поймите, уважаемые друзья, мы имеем четырех кандидатов в бюллетне, четырех, из которых, ну, три вообще, как бы, слуцкие, это и Харитонов, и Даванков, еще, я не знаю, более-менее, там, ну, на фоне уже этих-то, и Путин, который озвучил свою предвыборную кампанию в своем федеральном послании, которое он вот рассказывал 29-го числа, уж не знаю, смотрели ли вы, меня на 15 минут хватило, я посмотрела всяких разных экспертов, несколько штук, штук 15, наверное, чтобы понимать, о чем шла речь, в том числе и с федеральных каналов, всех, короче, и тех, и тех, и тех разных, и я вам хочу сказать, что действующий президент Путин, если опять займет кресло президента в этом году, то СВО будет продолжаться, продолжаться до достижения ее целей, а цели, как я озвучу вам, в указе президента, которым он начал это СВО, это деноцификация и демилитаризация Украины, то есть лишение армии способности нападать, сопротивляться, по сути, демилитаризация, это что? Это разоружение и деноцификация, то есть не деноцификация, я так понимаю, что мы там собрались делать нацистов искать? Или мы уже назначили кого-то нацистами, потому что официально я таких указов не вижу, что вот президент Путин сказал, что Зеленский это нацист, в чем его нацизм, в чем он, ну вот я изучала в школе, на уроках истории Великую Отечественную войну и вот этого негодяя Гитлера и цели его какие были безобразные там превосходство арийской нации, он уничтожал цыган, уничтожал евреев, он у русских тут детей вывозили светлых, а остальных там в лагеря, они арийскую расу врастили, я в украинцах честно такого не видала, может мне покажут, но я не знаю, чтоб там как-то превосходство какой-то нации было, они всего лишь любят свою культуру, что вы там плохого, они понимают, мы на Кавказе любим свою культуру, одеваем свою национальную одежду, танцуем свои национальные танцы, сейчас у нас в России очень красивые вот эти песни, да, матушка, вот эта земля, белая березонька, очень красивая, и платки девочки одевают, с ума ся, я хочу платок купить красный расписной, дура бабушкины повыкидывала, сейчас бы как одела, классно, я не понимаю, что вы там плохого, это же, ну, не нацизм, это когда уничтожают всех, кто не такой, как они, кто говорит, только мы, а вы все сдохнете, вот это же нацизм, ну, в общем, думаю, друзья, вы понимаете, что цели СВО, я считаю, недостижимы, потому что, ну, сейчас вот немножко мы там вроде как на фронте выровнялись, я слежу за ситуацией, но я думаю, еще эти подумают, подумают, если они денег дадут Украине, ну, и вообще, и хорошо, и ладно, хорошо, да, убьем, мы сейчас всех украинцев пускай, всех убьем, всех убьем, всех замочим, дальше мы что будем делать, скажите, пожалуйста, народ в Украине нас не любит, откровенно я вам заявляю, то есть, нам их надо, я не знаю, в лагеря какие-то сгонять, своих туда переселять, или что с ними делать, с этими украинцами, они ж нас там не любят, там единицы, а так не любят, или перевоспитывают, что мы с ними делать-то, будем, и дальше, что, у нас полтора миллиона армия, дальше, что мы делать будем, я там позырила, ребят, там у Литвы, Латвии, это вообще позор какой-то, по 6, по 10 тысяч, это вместе с усиленной натовской группировкой, прикиньте, да мы их, блин, друзья, дальше мы что делать будем, хорошо, Украину сейчас убьем, делать дальше, что будем, я не хочу, понимаете, мне это не надо, я сына не для того рожала, ты, я дружить хочу со всеми, торговать, развиваться, а не так жить, что меня налогами вот посюда обложили, что ты, да я не хочу горбатиться на вас просто, просто не хочу такие налоги платить, не хочу, поэтому, ну вот работаю чуть-чуть, чтобы вот, ну, хватало так жить, смысл, работаешь, работаешь, блин, государство из тебя все больше и больше имеет, и работать, вот у меня в республике, ну, два варианта, либо я работаю, либо я молчу, иначе они все боятся со мной работать, чем бы я ни занималась, просто боятся, потому что я Анастасия Емельянова, и скажу все, что считаю нужным, вот здесь вот, а они преступники через одного, люди, которые, ну, имеют высокие финансовые ресурсы, с которыми можно зарабатывать, понимаете, очень много преступников среди них, даже статистику посмотрите, по МВД, прокуратуре, обалдеете, а я вам еще сколько могу рассказать, мама дорогая, я вам говорю, но не суть, так вот, уже я тут заболталась, я вас прошу, очень, пожалуйста, друзья мои, выборы, это очень важно, очень, вот эти вот, нехорошие люди, которые придумали, вот эту организацию граждан СССР, они, вот правда, враги нам, они хотят, вот всю демократию, которую тут хотя бы, блин, тут она уже извращенная, ну, хотя бы еще какая-то сохранилась, они ее хотят всю уничтожить, и разом, короче, законодательство нам СССР втули, представьте, говорят, вы не легитимны, а легитимная юриспруденция СССР, вы почитайте ее, вы в своем уме, друзья мои, ой, Господи, помилуй мою душу грешную, спаси от дебилов, я вас еще раз прошу, идите на выборы, очень трудно, во-первых, сфальсифицировать будет, во-вторых, это факты, это улики, это бумаги, я человек фактов, и принимаю только факты, вот это факт, когда вы свои билетни используете, и галочка будет в одном месте, стоять, а количество будет совсем не совпадать с протоколом, это очень большой факт, это уголовная статья, за которую рано или поздно, понесут ответственность, все, так вот, еще хочу, вот что добавить, о выборах я еще буду говорить, и не раз, и не два, и о кандидатах, хочу обсудить с вами, и ролики, их предвыборные, вам покажу, друзья мои, это просто нечто, они превзошли себя, я смотрю, короче, эти ролики, да, еще вот просто 30 секунд, я смотрю эти ролики, и мне знаете, что напоминают эти ролики, сериал «Слуга народов», если кто не смотрел, я советую всем посмотреть, очень ржачный сериал от создателей сериала «Сваты», кто любит «Сваты», тому понравится «Слуга народа», посмотрите, вот мне ролики нынешних кандидатов, очень напоминают, там тоже были выборы, и ролики тех кандидатов, вот правда, я покажу вам еще, но тем не менее, это шанс показать, сколько нас, и что мы другие, и я не хочу, чтобы Путин опять занимал это кресло, хватит, хватит, уже 71 год, уже, извините, всему свое время, еще хочу добавить, это очень важно, я понимаю, что я тут уже наговорила много, но, очень важно, хочу добавить, что, я никого не боюсь из вас, вы те, кто, начинают меня запугивать, комментарии мне там пишите, в личке, вы там, чемпионы по джиу-джитсу, абориген 0.7, там в ютубе, слышите, я вас всех не боюсь, поняли меня, я родила уже всех детей, которых хотела, если вы тронете мое, я не из тех, которая будет слезы лить, я вам глотки разорву всем, покажу, что такое кровная месть, и меня никто не поймает до тех пор, пока не уничтожу всех, осознайте, если мне будет нечего терять, вы потеряете все, те, кто тронет мое, ну, а если вы тронете меня, то мне уже просто пофигу, будет, а я решила, что сдохнуть непременно, я хочу в России, я не собираюсь никуда попадать, и уезжать из России, сколько мне тут отмерено Богом, столько и будет, ну, помирать я буду здесь, или лежать я буду здесь, и не хочу могилу, хочу, чтобы меня спалили, вот так у меня желание, очень долгая получилась беседа, потому что долго я молчала, не могла говорить честно, но уже надо начинать, несмотря на такую потерю, которую пережила я, и думаю, многие очень люди в России, судя по количеству цветов, которые несли на могилу Алексея Навального, и несут до сих пор, по количеству мемориалов во всех городах России, ну, не во всех, но очень во многих городах России, и в том числе в многих странах за рубежом, я думаю, это о многом говорит, я не думаю, что есть много современных политиков, которым придет и будет приходить столько людей, не думаю, что они есть сейчас, а Алексей Навальный был, это был политик, друзья, прежде всего, а потом уже блогер-журналист, классный юрист и все остальное. Всем спасибо за внимание, буду рада видеть на своем канале адекватных людей, а всех, кто со мной не согласен, попрошу отписаться. Я здесь не хочу вас видеть, терпеть вас в своем мире, и вообще с вами общаться. Всем пока-пока. Спасибо.